друзья всех приветствую на канале каткод недавно на канале появился комментарий о том как сделать активный пункт меню на laravel я ответил в комментарии все это укладывается в одну строку и в принципе посвящать этому видео наверное было бы чересчур потому что такое видео длилось бы наверное секунд 15 знаешь это не нифига не лишняя информация но я решил все-таки снять об этом ролик но немножко усложнив сделав меню в виде компонента чтобы мы заодно поработали с laravel blade компонентами и уже на примере посмотрели как сделать активный пункт меню одним из способов и так оживлять мы сегодня будем вот это меню которое нам знакомо из курса laravel с нуля как видите здесь есть два пункта который сейчас при переключении никак не меняют активность он всегда остается на пункте администраторы его мы сейчас будем оживлять через компонент давайте вернемся к коду откроем код точнее вот так выглядит html нашего меню два пункта меню и роут куда мы ссылаемся давайте сперва создадим компонент создается он с помощью команды 5 пирт сан мейк компонент и далее название компонента назовем мы его соответственно меню после выполнения этой команды у нас появляется два новых файла один в app views компонент меню здесь у нас пустой меню компонент который мы создали выполнив эту команду этот класс в себе сейчас ничего не несет он просто отображает в юху компонент меню это второй файл который был создан располагается он директории views компонент меню здесь у нас пустая html к пустой div и далее фразочка что здесь нужно продолжать работать давайте теперь сразу во вью компонента перенесем наш html с меню и здесь мы будем оживлять а там где было меню в нашем админ блэйде да в лейауте мы выведем сам компонент выводится он с помощью тега x и далее через дефис название компонента в нашем случае это меню после чего у нас будет выведено меню давайте посмотрим что у нас получилось ничего не изменилось то есть мы вывели ту же самую вьюху тот же самый html и у нас также пока что ничего не меняется но мы только начали звучит грандиозно согласен далее смотрите у нас в админ панели будет статическое меню она у нас меняться не будет но точнее возможно и будет меняться по если будут друг появляться будут какие-то новые разделы в платформе но это можно все делать вручную через код если ситуация скажем это например интернет магазин где есть категории они выводятся динамические в меню то здесь уже нужно будет делать динамическое меню использовать запросы к базе на вывод этих категорий но у нас случай попроще но в целом это одно и то же но мы сделаем наше меню статическое и сделаем его через конфиг файл давайте создадим новый конфиг файл назовем его меню который у нас будет просто отдавать массив с пунктами меню массив будет с ключами чтобы было удобно работать заголовок и роут с неймом роута куда данный пункт меню будет ссылаться у нас текущем случае два пункта меню это администраторы возьмем роут также и второй пункт меню это статьи и роут у нас пост так как конфиг у нас создан давайте далее будем оживлять класс компонента здесь мы изначально добавим свойства меню публичное которое у нас автоматически будет отправляться во view нам не нужно будет здесь его передавать во вью у нас уже будет меню и далее в констракте мы присвоим этому свойству массив из конфига чтобы это сделать нужно использовать helper конфиг и название конфиг файла то здесь мы уже обратимся к нашему файлу из конфига и в конечном итоге здесь у нас вернется массив с пунктами меню далее давайте вернемся к вьюхе с нашими пунктами меню и оживим вывод пройдемся по нашему пунктами меню из конфига через форыч и здесь уже подменим на ключи из массива здесь у нас имя роута ключ роут а здесь у нас title давайте посмотрим что у нас получилось и получилось ли да видим что и второй пункт стал активным меню уже выводится из нашего blade компонента что нам остается еще сделать нам нужно теперь сделать чтобы пункт меню соответственно был активным давайте вернемся к нашему компоненту здесь немножко изменим присвоением меню сконвертируем наш массив из конфига в коллекции и дальше используем метод map мы пройдемся по нашему массиву и добавим в него дополнительный пункт с активным меню активный он или нет здесь мы сделаем а этом актив и здесь мы уже поработаем немножко не так с тем активный текущий пункт меню или нет и далее уже вернем массив уже с дополнительным ключом актив здесь это один из способов как делать активный пункт меню мы воспользуемся хелпером request с текущим запросом и дальше проверим текущий роут по названию то есть у нас есть в конфиге меню название роута и здесь мы проверим раут из это метод который проверяет соответствует ли текущий род где мы сейчас находимся с тем который мы сейчас сейчас здесь передаем в метод и после этого мы вернемся к нашей бьюхи и здесь добавим условия если текущий пункт меню активный только в том случае мы выводим эти два класса которые делают пункт меню активным давайте посмотрим что у нас получилось мы видим что мы сейчас в статьях у нас статьи активны видим что мы в администраторах становится пункт меню администраторы активны но смотрите здесь есть один нюанс если мы зайдем в следующий раздел в добавление то уже никакого пункта меню активным не будет так как мы сделали проверку на название роута админ users индекс то есть главная страница сейчас мы уже в роуте админ users креет и так далее там если мы зайдем в редактирование то это уже совсем другие роуты и пункты не будет активным как здесь можно реализовать самый простой способ это добавить в конфиг road is ключ скажем и здесь уже немножко изменить текущий роут и вместо индекса в конце добавить звездочку это же самое со статьями и далее уже в компоненте то есть можно было бы конечно и здесь road как бы если вдруг все пункты меню были бы в индексе либо просто взять последнее слово после точки и через там даже скажем через классы стр который сработает стрингами в лара вэл изменить его на звездочку но можно также простым способом просто добавлять новый пункт меню и здесь сделать уже сослаться на новый ключ из нашего конфига роут из можно даже добавить что если вдруг роут из-за нету то продолжать работать с ключом road то есть где-то потом в конфиге у вас будет road is а где-то будет активный пункт меню только на текущем роуте что тоже возможно имеет место быть давайте посмотрим что у нас получилось теперь обновим уйдем в добавить вижу видим что статьи остаются активными и то же самое с администраторами то есть мы воспользовались методом роут из и воспользовались дополнительным символом звездочка который указывает на то что в принципе далее может быть любой на ему роутом после точки и все это пройдет здесь поэтому регулярному выражению на этом у нас получается все осмотрите если у вас есть какой-то другой способ реализации меню может быть более интересный так как это я придумал сейчас по сути на ходу то обязательно пишите в комментарии возможно ваш способ будет даже интереснее лучше возможно в последующем я сниму об этом ролик продемонстрирую и ваш способ на этом все по этому видео мы как бы задачей справились я думаю новичкам это будет очень полезно такой вопрос думаю возникает в головах новичков очень часто поэтому если вам понравилось видео то обязательно нажимайте лайк если она оказалась вам полезным также подписывайтесь на канал если еще не подписались прожимайте колокольчик на этом все всем спасибо за просмотр увидимся в следующих роликах и и Субтитры сделал DimaTorzok